Доброго времени суток, мои любимые телезрители! Мы с вами давно не виделись, и я по вам соскучился, а также отдохнул. Родригес обещает нам трейлер седьмой амнезии, так что скоро будет новый контент. А сегодня мы поговорим о том, как и зачем некоторые персонажи получили увеличение сил или крутое оружие. Также не забывайте о нашей группе ВКонтакте, там у нас ламповая атмосфера и много творчества. Ладно, не будем тянуть кота за хвост, присаживайтесь поудобней, а мы начинаем, поехали! С чего я решил поднять эту тему. В серии под номером 2.5 мы увидели, что за некоторые действия зараженных они получали повышение характеристик или улучшение оружия. Также часто отличительной особенностью оружия или способностей является так называемый знак Хебы. Ролик будет в виде рассуждения. Начнем, пожалуй, с Гигглс. Она получила некий топор, который имеет свойство или управление растениями, либо пользование лозой на самом топоре. И теперь главный вопрос. За что она получила улучшение? Сразу понятно, что за то, что притащила тушку Кадлса, куда надо, и провела обряд призыва. И главное теперь понять, кто какие силы или оружие получил и за что именно. Мы рассмотрим только оригинальных персонажей, так как их больше всего мы знаем. И первый на очереди у нас будет Хэнди. Как мы могли видеть, в Амнезии 6 у него появилась рука и дополнительное оборудование, такие как отбойный молоток и ковш. Вероятнее всего, что Хибасик дал ему только руку, а остальное Хэнди смастерил сам, так как он мастер на все руки. Извиняюсь за каламбот. А получил он поощрение, скорее всего, за спасение Каба. Или что-то в этом роде. Потому что мы в Амнезии номер 1 видели Хэнди рядом с Попом. А где отец Синишки, там и Синишка. Но, думаю, эту тему автор раскроет далее по сюжету. Далее у нас идет Дискомишка. Его уникальное оружие Мегакалонка, которое вызывает землетрясение и убивает противника акустической волной. Также он имеет знак Хебы, именно на колонке. Насчет получения, тут у меня два варианта. Первый. Мишка обновил свою колонку в черной жиже с какой-либо делом. Так как, типа, спас людей, там, детей, неважно. И вариант два. Хеба выдал или усилил колонку специально для атаки на крота. Кто вам больше нравится, выбирайте сами. И следующий персонаж это Лэми. Тут такая же ситуация, как и у Дискомедведя. Неясно, как и почему она получила свою способность управления шерстью или свитером. Тут вообще непонятно. То есть свитер или шерсть. Тут что конкретно автор имел ввиду, я так и не понял. Опять же, она или кого-то спасла, или такая способность ей дана для выполнения миссии по уничтожению базы, которую мы видели в Амнезии 3. Далее у нас будет Мим. С ним на самом деле все еще сложнее или все проще. Может ему и не досталось сверхспособностей. Просто он свои фокусы усилил до смертельного уровня. Но есть еще такой вариант, что ему усилили все предметы для фокусов, а его воображаемые предметы стали осязаемыми. А вот за что он получил повышение сил, тоже непонятно. Ну опять же, он или кого-то спас, или он выступал защитником Хеба, пока он регенерировался. Так что как-то так. И напоследок расскажу про Рассела. Это самый интересный персонаж по одной простой причине. Мы видели его превращение от начала и до конца и его первый бой. И возникает маленький такой вопрос. С чего бы у него появились способности управления морскими животными? Он никого не спасал, а тем более никого не защищал. То есть его способности автор придумал ради контента, без всякого замысла или причины. Или можно притянуть за уши легенду о потенциале Рассела. И что Хеба его учуял. И тут еще теория маленькая. Его улучшение, скорее всего, связано с глазом его, который мы видели в Амнезии 6. Следовательно, Хеба ему восстановил один глазик. И в этом глазу изглечена сила управления морскими животными. Как-то так. Ну и последнее. Те, кто достойны упоминания. Например, Питунья. Хотя ее показали на пару секунд. Она подходит к нашей рубрике по причине наличия нового оружия. Мы в Амнезии 6 видели у ней за спиной, скорее всего, баллон с химикатами со знаком Хебасика. Также у ней, скорее всего, канистр с химикатами. А с другой стороны, у ней трубка от баллона и распылитель. Ну или это какое-нибудь там копье, или лопата, или какой-нибудь инвентарь. Неважно. Мы не видели этого. Пока непонятно. Так что ждем раскрытия данного персонажа. Ну и не будем забывать про фанатских персонажей. Не знаю, будут ли они раскрыты. Мне кажется, не будут. Но просто озвучу. В Амнезии 6 гитара у Джозефа со знаком Хебы. И в Амнезии 2,5 у одного персонажа когти со знаком, а второй улучшается после спасения невиновных. Вот. Перейдем к выводам. Хеба поощряет и усиливает персонажей за их достижения в области спасения невинных, или же в целях усиления своей орды, или же для своих неизвестных нам целей. Главное, что такие персонажи могут быть в разы сильнее и опаснее обычных. Думаю, тема эта была интересной. Если вам есть что добавить, то, как обычно, жду вас в комментариях. А если вам понравилось, то не скупитесь на свой царский лайкосик. А сейчас переходим к вашим любимым рубрикам. Рубрика «Хочу попасть в видео». Вас было много. Я брал комментарии с последнего выпущенного видоса в прошлом году. Или в этом, не помню. В общем, вы большие молодцы. Но я напоминаю, что правильные комментарии вот в эти подчеркнутые, где есть осмысленные предложения, есть хэштег. Так что, жду ваших комментариев вновь под этим роликом. Насчет рубрики «Любимые ваши персонажи фанатские». В этом видео их не будет, так как давно видео не было. И как бы найти мне их очень будет тяжело. Так что, давайте в следующий раз присылайте ли вконтакте мне в личку или в группу нашу любимую, как обычно. Ладно, ребятушки, будем прощаться. Рад вас снова видеть и слышать. Не забывайте подписываться, ставить лайки, бить огромный колокол, а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова